Всем добрый-добрый-добрый вечер. Очень рад вас всех видеть. Очень рад, что вы нашли возможность, силы, время в очередной такой день в Беларуси, в которых уже много и множество, особенно последние три месяца, даже больше. Вы нашли время, силы и возможность, чтобы принять участие в этой встрече. Меня зовут Валдис, и сегодня я буду пытаться выполнять роль модератора. Я один из участников команды правозащитной организации Human Constanta. Мы занимаемся продвижением общественных интересов и совместными действиями в ответ на современные вызовы для прав человека. И в основном мы работаем в трех направлениях. Это защита прав иностранных прав человека, иностранных граждан и лиц без гражданства, цифровые права или права человека в цифровую эпоху. И третье большое направление — это антидискриминация и образование в области прав человека, в которое входит в том числе у нас и действия в ответ на такие вызовы, как hate speech, hate crime, антиэкстримизм. Я короткую формулировку использую, которая нас продвигает. То, что я скорее говорю про незаконный антиэкстримизм. В том числе в рамках образовательного нашего направления по антидискриминации мы очень много говорим о таких вызовах, как расизм, фашизм, ксенофобия, дискриминация, всевозможные виды дискриминации. Я этим занимаюсь, потому что я хочу жить в справедливом, безопасном, мирном мире и Беларуси, и где каждый и каждый человек, независимо от своего происхождения, миграционного статуса или взглядов политических или философских, все мы можем жить в безопасности и пользоваться своими правами человека. Я верю, что каждый и каждый из нас ответственны за это и могут сделать вклад в это. Сегодня у нас с вами очень-очень-очень встреча, которую мы давно ждали, готовили, которую мы мечтали еще весной. Огромное спасибо нашей невероятной спикерке, которая и тогда согласилась с нами провести эту встречу и вот в данный момент нашла возможность, чтобы подключиться. Встреча, которая называется очень кратко и вызывающе. Фашизм — это любовь. Я помню, что у нас было много шуток, странных, когда, знаете, берутся два мема и они соединяются. Например, понимая то, что фашизм — это очень глубинное явление и оно никогда не проходит. Есть такой мем, как «никогда не проходит первая любовь». Соединение вот такой плоскости было, что фашизм никогда не проходит, потому что он как «первая любовь». Но это очень сложно, что надо очень долго объяснять. Мы на наших встречах, многих просветительских действиях пытаемся говорить о таких базовых вещах, как, в принципе, фашизоидное мышление, как оно работает. И мы чаще говорим про внешние... Ну, мы говорим в основном про внешние проявления, и политологи, и политологи не описывают это так. И не так много внимания уделяется внутренним аспектам, каким-то драйверам, в том числе, возможно, нейробиологическим и психологическим, которые заложены в нас и которые предопределяют то, что это в принципе существует, либо же не существует. И вот сегодняшняя встреча для меня очень важна, потому что это возможность с невероятной спикеркой Жюли Преше, которая является философиней, некропсихотерапевткой, профессором Школы перспективных исследований SAS, в том числе и Тюмгу, Тюменского, я полагаю, государственного университета, которая поделится с нами своими мыслями, наблюдениями о том, что такое фашизм, как он живет, и как он может проявляться, какие есть сходства между, как я полагаю, фашизмом и революционно-прогрессивными действиями, движениями. Я очень кратко сейчас буквально хочу напомнить про базовые функции зума. Внизу экрана я очень благодарен тем, кто включает камеры, что можно вас видеть. Это очень классно, особенно после полугода нахождения в онлайне и смотрения в темные экраны, они в глаза людей, очень классно видеть лица, видеть глаза, распознавать людей. Есть внизу экрана, если у вас телефон или компьютер, то вы можете навести курсором на нижнюю часть экрана, который перед вами, там вы видите несколько таких штучек, несколько опций, которые предлагаются. Первое касается звука, и по дефолту, наверное, большинство из вас будет отключено в основное время, потому что у нас будет такая структура. Сейчас будет основная часть вот жили. После этого я буду рад пригласить вас в пространство дискуссии. То есть если вдруг у вас какие-то вопросы будут возникать, вы, во-первых, можете пользоваться чатиком, который находится справа. Если вы лэптоп-версия или если это мобильная версия, то нужно немножко полистать, потепать по экрану. Там найдете чатик, в нем можно задавать свои вопросы. И в этом же чатике можете оставить какие-то реакции. И вот да, потом мы с вами будем это обсуждать голосом, либо же через вопросы, заданные в чатике. Наверное, это основное, что я хотел сейчас озвучить. Также, если вы хотите пользоваться и как-то более интерактивным сделать то, что происходит, можете использовать реакции. Например, я вам благодарен за то, что вы пришли. И также вы можете реагировать на какие-то высказывания. Наверное, это все, что основное нужно было озвучить. Если вы можете, совсем вообще не должны извиняться за то, что нет возможности выключить экран. Это опция. Если вам может, хочется, пожалуйста, это просто как опция. Что ж, я передаю слово жили. Спасибо большое за приглашение и за то, что меня представили. Я покажу вам сейчас картинки. Вот. Я сегодня, понятно, что буду говорить о фашизме как любви. И, в принципе, это не моя цитата, это модифицированная цитата. Чтобы вы не подумали. Модифицированная цитата фашистского идеолога, кроча, итальянского, который говорил о любви как о фашизме. То есть о фашизме как о любви к Италии. Я потом к ней вернусь, к этой цитате. У меня возникла идея рассмотреть эту тему и, в принципе, интерес к фашизму. Несмотря на то, что любовь, социальная любовь, мой первичный интерес. Но, тем не менее, фашизм, он добавляет какой-то необходимой критичности и взгляда к рассмотрению социальности. Вот. И фашизм интересная тема. Но изначально я представила лекцию, прочитала на аналогичную тему о фашизме в каждом из нас в Сахаровском центре в Москве. То есть, когда я приехала, наверное, это был второй раз в жизни, когда я была в России, и я, значит, со своим стейтментом. И как раз в то время, несколько лет назад, был конфликт между... Только начинался конфликт между Россией и Украиной, я из Украины. И, соответственно, все стали обвинять друг друга в фашизме, но не только на государственном уровне, как часть какой-то политики, но и на личном уровне, когда есть семьи, которые были в Украине, которые частично в России, они стали вдруг обвинять друг друга в фашизме. Что очень странно, потому что как это может быть? Оказывается, фашизм какая-то довольно универсальная вещь. И, в принципе, в моей личной жизни, в личной теоретической жизни, меня тоже в свое время обвиняли в фашизме. Причем я не поняла сразу, что это троллинг, я как-то слишком серьезно это восприняла, стала об этом задумываться. И когда оказалось, что это троллинг и что так происходит со многими, уже было поздно. Я действительно изобречила себя в фашизме, я покаялась в фашизме. Причем позже меня еще раз обвинили несколько раз в фашизме, соответственно, и за национальную принадлежность, и периодически с намеками. Но и за теоретическую позицию. Изначально это было за слишком позитивный взгляд, я потом изменила свой взгляд, и мне все равно за негативный взгляд, за слишком негативный пессимистичный взгляд обвинили в том же. Поэтому выхода какого-то нет. И вот мне было интересно проанализировать себя, людей, почему они это делают. Но, честно говоря, я не знаю, как это применимо в контексте Белоруссии. То есть в белорусском это контексте, потому что пока все и так хорошо возможно, чтобы проанализировать действия силовиков. То есть понять, что ими движет. Но та концепция, которую я предлагаю про универсальность и любви, и фашизма, и одно темное фашизм как темная сторона любви, а не абсолютное зло, в смысле радикально отличное от чего-то хорошего. В этом его и проблематичность, и весь ужас фашизма, что он неотличим от добра. Вот, возможно, вы подумаете, как это применимо. И да, то, что фашизм, обвинение в фашизме довольно универсальная вещь, говорит, например, закон Годвина, который был сформирован в 91-м году Годвином, который наблюдал за онлайн-дискуссиями во времена начала интернет-общения. И определил такой закон, что по мере того, как онлайн-дискуссия разрастается, вероятность сравнения с фашизмом, нацизмом или Гитлером стремится к единице, то есть почти 100%. И это не только онлайн. Просто онлайн это можно увидеть и посчитать. И, скорее всего, это общение онлайн, оно является репрезентацией также и живого общения. Просто в живом общении это очень сложно посчитать. Хотя есть также предположение, что, возможно, интернет-общение, оно немного дегуманизирует человека, потому что человек там представлен как не совсем человек, а, например, в те времена набор текста. И к тексту проще дегуманизировать. Картинку, наверное, все еще тоже. Хотя со временем, возможно, будет наоборот. И, возможно, мы настоящих себя будем воспринимать как более оффлайн, как более опасно для людей, а как раз картинкам относиться лучше. И этот закон, в принципе, был подтвержден недавно, кажется, в 2014 году, когда провели исследование... Да, в 2014 году, когда провели исследование компания Curious Gnu, и оказалось, что действительно на тысячу комментариев, если дискуссия больше, чем тысячи комментариев, то вероятность упоминания нациста, фашизма, составляет 80%, то есть обвинение собеседника в том, что он фашист. И если это больше, чем 4 тысячи комментариев, то 90%. Соответственно, так действительно происходит. Все дискуссии, почти все заканчиваются рано или поздно этим. И фашизм, в принципе, я использую здесь и рассматриваю здесь как слово, которое мы употребляем не как политический феномен, хотя тоже как политический феномен, но в первую очередь в повседневном общении. Что мы имеем в виду, когда мы, например, обвиняем других во фашизме? И учитывая, это важно рассмотреть, учитывая, что мы так делаем, то есть если мы так делаем во всех дискуссиях, нужно просто достаточно подождать, и кто-то так сделает, то это действительно важная проблема. И фашизм здесь выступает для нас, вероятно, в таком общении, выступает синонимом зла. Причем получается, что кто-то кого-то обвиняет во зле, но это хуже зло, чем абстрактное слово зло, например, чем сказать, что ты ужасный человек, жуткий. Хуже сказать, что ты фашист, потому что в фашизм у нас есть конкретная репрезентация жутких исторических событий, то есть это воплощенное зло, более что ли, понятное человеку, более жуткое, тем более с документальными хрониками и с исторической информацией, с анализом, который нам доступен. Поэтому обвинить в фашизме – это еще хуже, чем просто сказать, что человек – зло. И получается, что в этих дискуссиях они как раз заканчиваются, конструктивный разговор на этом. И получается, что почти любой человеческий разговор на этом заканчивается. И опасность фашизма, вот так как он функционирует, в том, что люди же изобличают фашизм в этих дискуссиях, пытаясь с ним бороться, но одновременно они, называя кого-то фашистом или Гитлером, они его дегуманизируют. То есть, в принципе, занимаются, и на этом прекращается разговор. Это хуже, чем перейти на личности. Это значит, что ты для меня не существуешь как человек, ты ужасное зло, и мы заканчиваем дискуссию. Я не буду с тобой говорить. То есть на этом прекращается дискуссия. И получается, что борьба с фашизмом, она чревата как раз таким, тем же, чем был чреват фашизм. Вот, и этим он, конечно, жуткий. И идея здесь в том, что моя, что, возможно, нужно начинать конструктивный разговор, чтобы он так не заканчивался с изобличения этого, с изобличения фашизма в каждом. То есть мы согласны, мы очень осторожно к себе относимся, потому что мы не знаем, какие из наших поступков слов схожи с фашизмом или являются, приведут к каким-то плачевным последствиям. Поэтому мы начинаем с того, что мы предполагаем, что мы зло, и дальше, соответственно, аккуратно начинаем разговор. Вот, но... И еще то, что меня успокоило в свое время, как относительно успокоило, это то, что в мире философии тоже очень принято. И, в принципе, после Второй мировой войны, когда люди испугались того, что произошло, и стали исследователи, теоретики, философы, стали искать, в чем же, что стало причиной, то есть как это можно было допустить. И, соответственно, в реальности, чтобы этого не допустить снова, стали чрезмерно критично относиться ко всему. То есть искали причины возможные, которые похожи на фашизм, на то, что происходило в нацистской Германии, или какие-то психологические вещи, которые могли бы к этому произвести. Соответственно, из-за того, что я дальше буду говорить о банальности зла, соответственно, из-за того, что оно банальное, и что это очень сложно обнаружить, где это начинается, и какая именно отличительная черта, что именно отличает фашизм, очень сложно. Соответственно, изобличить это можно во всем. Соответственно, в себе тоже. Вот. Меня успокоила, но не совсем эта работа Бадью под псевдонимом фашизм-картошки, который в свое время, оказывается, тоже обвинял Лапушек, Делеза и Гватари по тому, что их идеологии являются префашистскими, что они являются префашистскими идеологами. Что, в принципе, как раз Делезой была идея о том, что мы должны начинать с того, что мы изобличаем фашизм в каждом из нас. И после этого все равно Бадью написал о том, что они недостаточно себя в том изобличают. Есть, конечно, слухи, что Бадью завидовал успеху Делеза в то время, но это слухи и такая слишком простая психология, чтобы так судить. В общем, в мире с философией на каком-то высоком теоретическом уровне, оказывается, тоже существует. Оказывается, даже Делеза можно в этом обвинить, если захотеть. Политический концепт любви, который я рассматриваю как основной в своей концепции, это концепт любви негри и Харта, в большей степени Майкла Харта, несмотря на то, что книги, в которой они это предлагают, Common Walls, не пишут ее вместе, но есть лекции, серия лекций, которые читает Майкл Харт о концепции любви, политической любви как в политическом концепте. Майкл Харт и Антонио Негри утверждают, что любовь, в принципе, как концепция артикулируется обычно либо в романтическом контексте, либо в психоанализе, например, или в христианском контексте, в религиозном. И они поставили целью сделать любовь, вернуть ее в политический контекст. То есть так было в христианстве, когда любовь была описана не только и утверждают то, что предполагается, практикуют люди, здесь можно оставить Бога в покое. Когда получается любовь, это самосвязь, сообщение людей между собой, то есть то, что происходит между людьми. И Майкл Харт, Антонио Негри ставят перед собой задачу теоретизировать любовь как серьезный политический концепт. И мне кажется, это очень удачная теоретизация, несмотря на то, что у них в основе сохраняется христианский, политический, христианский концепт любви, но задача стоит в том, чтобы избавить ее от Бога и сохранить как в секулярной форме. Получается ли у них это. Они утверждают, что зачем им нужна, зачем им понадобилась любовь, потому что любовь они видят как практику трансформации общества и преобразования общества в его более революционную форму, особая форма взаимодействия людей. То есть, когда мы рассматриваем преобразование общества, мы все еще у нас есть тенденция рассматривать с точки зрения иерархии. Разных иерархий, где есть кто-то, кто управляет, где есть кто-то, кто подчиняется. Или наоборот, когда нет никого, кто подчиняется, нет иерархии, но тем не менее, невозможен никакой порядок, то есть никакая организация. Это чисто деструктивное, направленное на разрушение некого порядка феномен. Вот что-то среднее между иерархией, подчинением людей кому-то. И анархии, они предлагают рассмотреть, не грейхард, используя концепт любви. Концепт любви — это такая демократичная цитата. Любовь может быть процессом или даже областью обучения для построения демократического общества. То есть любовь — это то, что практикуется на практике обществом для преобразования его в демократичное. Общество развивается, меняется и трансформируется. И вот эту практику трансформации общественной они называют любовью. В принципе, более распространенный термин, который они могли бы использовать, это солидарность, которая сейчас используется, но он им не нравится, вероятно, потому что солидарность предполагает, что мы по поводу чего-то солидарны. Она предполагает все-таки какую-то форму унификации в самом названии, хотя она не используется как унификация, она просто используется, ее ассоциируется с прогрессивным, революционным обществом будущего. Она сохраняет идею. Есть некий набор политика партии, набор идей, к которым мы солидарны, и мы от имени политики партии проводим какие-то изменения. Вот любовь в этом плане лучше. Есть еще концепт дружбы, они о нем говорят, что это хороший концепт для описания такой трансформации социальной, которого они хотели бы добиться, но, по их мнению, дружба не говорит, а не предполагает трансформацию. То есть дружить можно, это ни к чему не обязывает, а в то время как любовь, даже как романтический концепт, так как он существует в форме романтического концепта, он предполагает, что люди, которые вовлечены в любовные отношения, они трансформируются, то есть они активно взаимодействуют между собой и меняются. Для них, для негрей и харта, основным в такой социальной любви, в ее необходимой форме, которая трансформирует людей, является то, что там возможна любовь к инаковому, и, соответственно, нет унификации. Есть трансформация, они при этом против политики идентичности, только потому, что есть установленные идентичности, от имени которых, как политика партии, мы ее защищаем, и защищаем ее от других людей, только как временная мера. Для них это приемлемо, но, в принципе, идентичность у них, то, что, любая идентичность, то, что должно меняться, то, что должно трансформироваться в общественные коммуникации, на практике, когда люди практикуют эту общественную любовь. Но, причем здесь не грей и харта, при том, что они рассматривают то, что мне в них нравится, с одной стороны, а с другой стороны, они, мне кажется, недостаточно радикальны в критичном взгляде все-таки. Они рассматривают все феномены, которые мы бы могли предположить, предположить, что являются противоположностью любви социальной. Они не исключают, не считают, что это отсутствие любви. Они, наоборот, считают, что эта любовь есть всегда, социальная любовь. Мы же кооперируемся между собой. В принципе, так существует человечество. Даже в фашизме есть кооперация. То есть, эта любовь существует всегда, но есть континуум любви, и определенные проявления этой любви, они испорчены, corrupted. Вот среди таких форм испорченной любви, они, например, перечисляют семью, нацию, религиозный фундаментализм и фашизм, как примеры. И это то, что это континуум, то есть получается, что фашизм — это тоже любовь, но испорченная любовь, оно, с одной стороны, дарит надежду, что даже в фашизме есть кооперация, даже там сохраняется какой-то минимум необходимой любви, то, что нужно, есть, нужно его что-то с ним сделать, изменить, сделать его неиспорченным или предотвратить, нужно было его испорченность. Но, с другой стороны, в этом надежда, а с другой стороны, они лишают надежды, потому что, если это тоже любовь, то очень сложно определить, как определить, когда любовь начинает портиться, то есть определить, где она испорчена, где она не испорчена. И для них вот как раз в этом они еще сохраняют христианскую надежду на то, что есть правильная любовь, есть Бог как гарант того, и люди, носители христианской мудрости, которые определяют, где правильная любовь, где неправильная любовь, где правильный общественный строй поступки. Вот мы же всего этого лишены, и очень сложно, то есть мы не лишены, мы все-таки можем кому-то прислушаться, но тем не менее окончательные гарантии, что этот кто-то говорит, может находиться в инстанции, из которой он может объективно оценить, где испорчена любовь, где не испорчена любовь, такого нет. И вот, как мы можем сказать, если мы находимся внутри этой любви, если она все, если это континуум человеческого существования, мы не можем, нет никакой инстанции типа Бога, который вне этого, который может оценить, мы всегда находимся внутри этого. На самом деле это большая-большая проблема, которую невозможно решить, и возможно максимум, что мы можем сделать, это просто признать, что мы не знаем, что влечет за собой такую проблему, как обездвиживание. Иногда проблема философов, когда мы слишком задумываемся о чем-то, когда мы слишком осторожны, мы, в принципе, не способны действовать. В этом проблема как раз, когда мы не способны действовать, тогда любовь не функционирует. Вот, и у меня для вас плохие новости, я не знаю, как это определить, то есть это действительно сложно. Так вот, испорченная любовь, почему семья, то есть не значит, что семьи и каких-то дружеских отношений не должно существовать, но это форма любви, в которую уже проникает частичная испорченность, потому что семья — это ограничение социальной любви определенным набором людей, семьи. То есть предполагается, это всего несколько человек, это не социальная любовь. И это, соответственно, еще любовь того, кто является частью тебя, кто похож на тебя или родственен тебе. Вот, поэтому они, например, критикуют психоанализ, в частности Фрейда, утверждая, что у него, он, и говорят, что психоаналитикам нельзя отдавать на рассмотрение любовь, потому что вот из-за этих проблем. Ну, что у Фрейда, например, любовь или сексуальность, с которой он ассоциирует любовь, она у него функционирует замкнуто в круг семьи, он не способен рассмотреть любовь как социальный феномен. У Фрейда есть отец как основная фигура, и есть разное все остальное, что происходит дальше с ребенком, который вырастет, и это разные модификации этой изначальной фигуры отца. То есть у Фрейда, во-первых, сексуальность в основании, во-вторых, фигура отца, и как-то он из этого прямо все остальное, все общество рассматривает. Вот. У Фрейда это не получается социальная любовь, ее рассмотреть как феномен. У Фрейда все сводится к основанию этой семейной любви. Вот. И очень, кстати, патриархальной любви при этом. Нация, здесь, наверное, понятно, это тоже любовь к тому, что кто-то такой же, как мы, каким-то образом символично определен, как идентичный нам. Религиозный фундаментализм здесь, наверное, еще понятнее. Религия сама в себе кроет, как и все остальное, все формы человеческой любви. Есть опасность того, что это любовь социальная, любовь более масштабная, но при этом все равно ограничена любовью или дифференциацией к разным принадлежностям, к разным верам. Особенно, когда это фундаментализм и когда очень явно видна испорченность этой любви. И фашизм, который мы рассмотрим, самое интересное. Да, вот Жижик говорит, не зря, любовь нельзя отдавать психоаналитикам. Жижик, который, в принципе, психоаналитик, психоаналитический мыслитель, утверждает, что любовь вообще не подходит, чтобы описать что-то хорошее, потому что она скорее всегда зло, чем добро, потому что по Жижику любить кого-то, это значит относиться лучше к этому человеку, найти объект любви и предпочитать его остальным. То есть выстраивать эту иерархию, где мы кем-то жертвуем ради того, кого мы любим. То есть как раз она тем самым зло. И вот то, о чем говорят негри и Харт, там как испорчены любви, в принципе, у Жижика получается, что все эти круги испорченности любви, это и есть просто все проявления любви, которая сама по себе зло. Что такое добро? Соответственно, Жижик не говорит. И может ли любовь быть добром? Можем ли мы гарантировать, что это добро? У него какой-то грустный, получается, вывод. Вот. Но, да, Жижик еще запрещает в своей книге о насилии, он запрещает рассматривать или не советует рассматривать, пытаться понять человечность, человечность фашистов или нацистов. Но я не послушала Жижика, и не знаю, была ли я права, потому что как раз, когда мы видим человечность, очень сложно бороться с этим. Вот. И я усложню жизнь, простите меня. Так вот, если рассмотреть, если рассмотреть Гитлера, который является для нас примером абсолютного зла, я даже хотела вам показать социальную рекламу, но не покажу ее, я только на английском, там, где за безопасное вождение, скорее это пародия на рекламу, но там предполагается, что если мы сбиваем Гитлера по дороге, то это может быть не так и плохо. И всегда, в принципе, Гитлер — это тот, кого не жалко убить. То есть тот, кого можно легитимно убить. И поэтому мы называем друг друга фашистами, когда мы злимся друг на друга, таким образом оправдывая себя, что мы совершаем добро, но при этом забывая, абсолютно его дегуманизируя. И вот как раз в этой Гитлер, как инстанция универсальной дегуманизации, он все-таки сохраняет в себе как минимум фашизма. Есть какой-то человек, которого мы все можем и лучше было бы убить. Что страшно, что это действительно так, и что он нас тем самым делает фашистами благодаря из-за всего того, что он сделал. Вот, что дополнительный ужас в этой всей истории. Вот, это мать Гитлера. Гитлер, мы рассматриваем его человечность, чтобы просто показать, насколько сложно отличить, где правильная любовь, где неправильная любовь. Потому что, когда мы кого-то ругаем Гитлером, мы предполагаем, что это злой человек, который уничтожал евреев. И, соответственно, автоматическая мысль, что у него что-то было не так с психикой, или есть какие-то... Он очень сильно отличается от нас. Но это не так. С нем есть очень много человечного, что очень сложно связать с этим образом Гитлера, как мы его используем. Например, Гитлер отличался своей любовью к матери. Когда у нее был рак груди, она заболела, он очень за ней ухаживал. По свидетельству его сестры Гитлера, он баловал маму и был очень к ней нежен, заботился и выполнял любое ее желание. И доктор Эдуард Блок, еврей, и личный доктор семьи Гитлера, говорил, что это отличительная черта, что это очень редко, когда так любят свою мать и так способны в юном возрасте заботиться о своих родителей, так искренне переживая. Причем в отличие от других детей, сестры, например. И с Эдуардом Блоком у него тоже были, Гитлера, хорошие отношения, уважительные, несмотря на то, что он еврей, до конца его жизни. То есть это одна черта человечности Гитлера, которой очень сложно поверить, что такой человек может для нас служить воплощением зла. Это, наверное, все знают, картина, которую нарисовал Гитлер. И здесь видны мотивы Мадонны с младенцем. Там еще есть милая бабочка, что тоже очень сложно ассоциировать с абсолютным услов. И, наверное, тоже, что важно, это его любовь к животным, которая тоже его отвечала от, возможно, других людей. Но и, в принципе, в нацистской Германии, по словам Махатмы Ганди, о величии нации, ее моральном прогрессе можно судить по тому, как обращаются с ее животными. То есть если принимать это как ксиома, то получится, что нацистская Германия, если с этой точки зрения рассматривать, это Махатма Ганди. Он считается очень-очень мудрым человеком, которому стоит прислушиваться. Так вот, если к нему здесь прислушаться, то получается, что как раз нацистская Германия, она была одной из самых великих относительно морального прогресса, потому что нацистская Германия была и даже по сегодняшним меркам очень прогрессивна в защите прав животных. Как только нацисты пришли к власти, они запретили скотобойни, запретили ту секцию в 1903-м, что сейчас очень даже прогрессивно. И потом планировали запретить все скотобойни. Гитлер был вегетарианцем, есть, правда, противоречивые свидетельства, но тем не менее, это тоже факт или отчасти вегетарианца. И то, что он любил животных, и то, что, в принципе, Рейстаг не только Гитлер, но и, например, Горинг говорил, отзывался от тех, кто едят мясо, то есть считал мясоедство считалось патологией человеческой природы. И они оправдывали, например, то есть нехорошее обращение с животными, они как раз угрожали таким людям, что они будут отправлены в концентрационные лагеря. И это пародия, картинка с зайчиками Геринга, которая приурочена как раз к запрету, запрету планируемую скотобоин. И здесь мы видим, что фашисты представлены как друзья животных. И что они даже представляли в какой-то степени, угрожали концентрологерями тем, кто негуманно относится к животным. Это было представлено отчасти как следствие негуманного отношения к животным. И мы знаем о фильме, который я вам не покажу, он страшный, «Вечный жид», 1940 года, который снят нацистами и был выдан за документальный, в котором, в частности, показан, например, еврейский ритуал забоя коровы. То есть представлено с целью, чтобы вызвать ненависть к евреям за то, что они убивают животных, за то, что они негуманны. И, соответственно, показать их как испорченных людей, которые заслуживают, которые негуманны, и которые заслуживают того, что потом последует за такой пропагандистской работой. То есть странным образом это представлено как добро, это представлено как нечто, что борется с негуманностью, подумать только о фашизме. Вот, и это страшно, потому что наша любовь, то, что мы, как мы ассоциируем, как мы понимаем, что мы хорошие люди, например, мы считаем, что мы любим котиков, собачек, животных, мы хорошие, но оказывается, это не гарантия, несмотря на то, что это хорошая вещь, то есть любить животных замечательно, но это не гарантия того, и даже практически на практике воплощать к ним любовь, это еще не гарантия, что мы не зло. Или любить других людей тоже не гарантия, к сожалению. Вот, и непонятно, есть ли гарантия. Да, это Бенедетто Крочи, который говорил, что сердце фашизма итальянский идеолог фашистский, который прямо утверждает, что сердце фашизма в любви к Италии, то есть фашизм ассоциировал себя, крайне мере, в некоторых инстанциях с воплощением любви. И у Гитлера, мы тоже знаем, что в его завещании он написал, что он поручает руководителям нации безжалостно противостоять отравителю всех народов еврейству. Здесь евреи ассоциируются не только с негуманными людьми, но и ассоциируются с болезнью, с болезнью, от которой нужно избавить общество во имя общества или во имя Германии. И Фуко даже пишет о том, что в истории сексуальной и в принципе идея биовласти и других типов власти у Фуко, он иногда сравнивает это с фашизмом, что наше сегодняшнее разграничение на патологию, наш дискурс здоровья, он в принципе радикально не отличается, то есть у него такие же корни, как у нацистской, например, Евгеники, когда есть некие патологии, от которых нужно избавить, есть понимание нормальности, которым нужно привести тело. На этом, например, основывается критика психиатрии, особенно учитывая психиатрию с ее, как она функционировала в нацистской Германии, когда те, кто с патологиями ради человечества будущего, улучшенные ее версии, истребляли людей, у которых обнаруживали психологические, психические патологии, и мы знаем, как функционировала, например, карательная психиатрия в Советском Союзе, то есть после этого предположить, что психиатрия, психология даже, они полностью превратились в свою противоположность, несмотря на то, что все-таки существуют концепты нормы, отклонения от нормы, и специально есть люди, которые наделены властью, определять, что норма, что не норма, и прописывать определенные рецепты, в какой-то степени подозрительно, не только это подозрительно, если следовать этой концепции, то особенно биовласть у Фуко, биовласть и власть, это в принципе все, то есть это не только проблема психиатрии, к какому феномену не присмотреться, например, к защите прав животных, у него он не может считаться абсолютным добром, и он потенциально ведет к жутким последствиям, и как обезопасить себя от этого, непонятно, и непонятно, можно ли обезопасить, и непонятно, если мы начнем это делать, не будет ли эта попытка обезопасить себя от этого самой как раз воплощением того, чего мы хотим себя обезопасить. Вот, то есть мы видим человечность Гитлера, несмотря на то, что я не пытаюсь оправдать фашизм, как раз наоборот, я пытаюсь показать нашу схожесть с фашизмом, что бы мы ни делали, как бы мы объективно не оценивали себя как хороших людей. И в этом как раз проблема фашизма. Есть предположение, что обезопасить себя от этой испорченности, испорченности от того, что приведет к фашизму, может независимое самостоятельное мышление, и что основное после Второй мировой войны стали проводить много экспериментов, которые были призваны обнаружить, насколько человек подчиняется авторитету, то есть почему человек способен был, так много людей были способными вовлечься в этот процесс уничтожения других людей. И соответственно предположением и до сих пор защитной мыслью является, что нужно просто задействовать самостоятельное мышление, но чтобы предотвратить это не идти у поводу у авторитетов, сомневаться или критическое мышление это называют. Но тоже вопрос, насколько это возможно, это независимое мышление. Вот. И один из популярных, один из знаменитых исследований, экспериментов, которые были проведены после Второй мировой войны с целью, чтобы проследить, насколько человек подчиняется, насколько он готов к тому, чтобы прислушаться к авторитету и не задействовать критическое мышление или к власти, к мнению большинства, это эксперимент Аша. Соломон Аш в 1950 году провел эксперимент, который стали называть экспериментом определения комфортности или можно интерпретировать как эксперимент, который призван проследить, насколько мы прислушиваемся к чужому мнению, насколько у нас есть потребность соответствовать другим, делать так, как другие. и то есть в ходе эксперимента в начале на первом этапе участникам объекта, субъектом эксперимента показывали объекта, показывали первую карточку с одной палочкой и потом показывали вторую карточку с тремя палочками разной длины и просили сказать, какая из этих палочек на второй карточке соответствует по длине палочек на первой палочке на первой карточке. На первом этапе, когда людей ни на что не влияет, нет мнения, они не слышат мнения других людей, они всегда дают правильный ответ, то есть они выбирают третью палочку, потому что она действительно соответствует по длине первой палочки. Но на втором этапе, когда появляются актеры, которые, мнение которых, неправильное мнение которых, участник эксперимента слышит перед тем, как дать свой ответ, какая же из палочек одинаковая соответствует по длине первой, и когда он слышит, что актеры говорят, что, например, палочка А или палочка Б, он, человек, в большинстве случаев тоже будет давать неправильный ответ. И получается, что 75% людей, они подчиняются мнению большинства, то есть они начинают делать так же, как делают другие люди, несмотря на то, что если бы на них другие люди не влияли со своим ложным мнением, они бы дали правильный ответ. И относительно самостоятельного умышления, это может означать, что мы можем как-то отстраниться и подумать самостоятельно, все-таки взять себя в руки, несмотря на то, что большинство нас, даже почти все, мы склонны подчиняться мнению большинства, ошибочно мне делать, так как все, даже если так не нужно делать. Здесь это еще давало надежду, но в 2005 году вышло исследование, повторили аналогичный эксперимент, который был у Аша, используя ФМРТ, и оказалось, что который по своим результатам соответствовал результатам Аша, то есть людей просили вращать фигуры и спрашивали, соответствуют ли одинаковые ли это фигуры при их вращении, то есть можно их довращать до такого состояния, чтобы они были одинаковыми. И большинство людей изначально давало правильные ответы, когда на них не влияло мнение других, то есть разные ли это фигуры, или одинаковые фигуры, но потом, когда они видели результаты других, ответы других людей, они давали неправильный ответ, то есть следовали мнению большинства. И самое страшное здесь в том, что 75, по-моему, нет, 82% участников этого эксперимента заявили, что они действительно были уверены, что это правильный ответ. То есть они не просто подчинились, потому что им было неудобно дать свой ответ, или они поверили, что... Ну, в смысле, как-то проанализировали и поверили мнению большинства. Они действительно так считали. То есть на неосознанном уровне это мнение большинства, оно на них повлияло и они были уверены, что это правильный ответ. Да, что в принципе означает, что мы в принципе не знаем, когда тот ответ, который мы артикулируем, или те действия, которые мы принимаем, это на нас кто-то повлиял, потому что это неосознательно. Или это наше решение. Любое наше решение, они были уверены, что это их решение, что оно правильное. Вот. Они не знали, что это влияние большинства на них. И И вот Бернс заключает, что мы мыслим, оказывается, коллективно. То есть мышление — это коллективный процесс, это не индивидуальный процесс. И делить как-то свою личность от коллективного мышления очень сложно. Например, есть еще такой эксперимент, который я недавно узнала, с пирамидками. То есть когда детям показывают, авторитет заявляет, что пирамидки одинакового цвета, или, например, что пирамидка, которая на самом деле черная, она белая, и ребенок начинает в большинстве случаев повторять, что неправильный цвет. Например, говорить в пирамидке черного цвета, что она белая. Но здесь тоже очень сложно, потому что как, в принципе, ребенок узнал слово «белое»? Это же влияние его родителей, например, или это тоже слово, которое навязано ему обществом. И очень сложно выделить, где же там есть человек до влияния, где же там есть объективный ответ до влияния, если все слова, которые мы используем, все действия, которые мы умеем, например, пить чай, это тоже навязано обществом, навязано обществом стереотипы. Получается, что как-то гарантировать себе, еще и начиная с самого детства, зачем нам следовать, еще осознанно как-то это сделать, не представляется, к сожалению, возможным. И, да, Ханна Арендт после... Ханна Арендт — это человек, который написал книгу важную о банальности зла в 1963-м. Ханна Арендт — это философ и политический теоретик. Если кто-то мне скажет какой-то приличный феминитив к слову «теоретик», то его можно будет здесь употребить, я не придумала. Ханна Арендт анализировала суд над Эйхманом, над Адольфом Эйхманом, который за два года, в 1961 году, произошел в Иерусалиме. Адольф Эйхман — это человек, который непосредственно причастен к организации убийства шести миллионов евреев. То есть это вот воплощение зла. Она присутствовала на этом суде, она анализировала его и, соответственно, пыталась проанализировать, вот в чем же его отличительная черта. И, соответственно, написала книгу под названием «Банальный знак», в которой само слово «банальность» из названия следует, что этой отличительной черты она не нашла. Хотя она пыталась, и у нее сохраняется на этой надежда, но тем не менее она утверждает, что зло банально. Потому что, например, психологи, которые присутствовали, психиатры, которые присутствовали на суде, они все заключили, что его психологическое, кажется, все, что он нормален, его психологическое мировоззрение не просто хорошее, здоровое, но и самое желанное. То есть относительно того, как мы оцениваем человека в повседневной жизни, его отношение к семье и его психическое состояние, это был нормальный человек, без каких-либо отклонений. Причем потому, как Эйхман отзывался о себе, он не отрицал свою вину, то есть он признавал, что он был виновен в организации убийств, истреблений, но он все-таки не считает, что, например, в глубине души он жуткий человек, и он ссылался на то, что он просто подчинялся авторитету. То есть он делал то, что ему нужно было сделать, и скорее не понимал, почему вызывают к его совести, потому что к совести, скорее всего, он бы поступил не по совести, если бы он не подчинился тем людям, которым он доверяет. То есть структуре, которую он считал моральным авторитетом. И таким образом Арен приходит к выводу о банальности зла, о том, что его очень сложно отличить от добра или от банальности, что оно представлено как банальность, как повседневность, как ничем не отличающаяся, пока не приведет к жутким последствиям, потому что нельзя выделить в повседневности какие-то черты, которые будут явно свидетельствовать о том, что это выльется в жуткие последствия. Но тем не менее у него все-таки сохраняется, она пытается на протяжении всей книги или почти всей книги найти, в чем же он отличен, например, обвиняя его в чрезмерной наивности. И одним, по-моему, из проявлений этой наивности было то, что у него неправильная интерпретация, простая какая-то интерпретация Канта, что в очередной современных людях некоторые даже могли не слышать о Канте и обвинять в этом, делать это какой-то инстанцией неправильной интерпретации Канта как-то слишком, вот, или утверждая, что он был слишком доверчивым, но тоже непонятно, насколько нужно быть доверчивым, где эта грань, которой это становится опасным, и обвинять его, что он не способен на самостоятельное мышление. Как мы видели, тоже непонятно, возможно ли это независимое мышление. Вот, и дальше, да, это суд над Эйхманом, его приговорили, он, во-первых, он был не совсем легитимным, не совсем правильно организованным, и вот парадокс в том, что Эйхман выполнял закон, а вот суд не совсем выполнял закон, и его приговорили к смертной казни, соответственно. Вот, эксперимент Милгрэма, я хотела показать вам видео, которое пять минут, хотите, я вам покажу его. Вместо того, чтобы рассказывать, там уже веселое. Можно поставить большой палец или написать в комментариях. Ну, наверное, да, почему нет, мне кажется, будет полезно посмотреть и переключить именно, что у полетели первые плюсы, люди показывают, да, лайк, поэтому, да, давайте посмотрим. А я пока сброшу ссылочку, если ты не против, я сброшу ссылку в комментарии на фильм про Ханну Айрент, в котором рассказывается про саму Ханну, великолепную, да, просто политологиню, а также там сосредоточено про события, связанные с судом над Адольфом Эйхманом. Чуть больше погрузиться, конечно, я советую читать непосредственно, да, ее труды, вот, но фильм, может быть, вас заинтересует больше в эту губицу. Так, сейчас. Если не будет слышно, скажите мне. Человеческое поведение. Эксперименты. Здравствуйте. В 1962 году Стэнли Милгрэм шокировал мир исследованиями по теме подчинения. Чтобы проверить свою теорию, он придумал электронный ящик, который стал проводником в мир человеческой безжалостности. на нем находились кнопки в возрастающем порядке, нажав, который второй человек получал удар током. Первоначальным мотивом Милгрэм было желание, как немецкий народ мог допустить истребление евреев. Когда я изучал случаи истребления миллионов мужчин, женщин и детей, которые совершили нацисты во время Второй мировой войны, я спрашивал себя, как это возможно, что обычные люди, вполне приличные и воспитанные в обычной жизни, могли поступить так жестоко, бесчеловечно, не испытывая угрызений совести? Эти вопросы заинтересовали меня. Май 1962-го. Эксперимент проводится в элегантной лаборатории Вельского университета. Психологи разработали несколько теорий о том, как люди учатся. Одна из них о том, что люди выучивают все правильно, если их наказывают. Что вдохновило Милгрэма, я думаю, многое. Во-первых, он был очень амбициозен. Он хотел оставить след в социальной психологии. А также, как он писал своему другу, он хотел провести самый смелый эксперимент, который только мог представить. Учитель, возьмите тест и сядьте напротив электрошокера, пожалуйста. Эксперимент Милгрэма был подставным. Так называемый ученик был частью его. Настоящим испытуемым был учитель. Удар током в 75 вольт. Как учитель, вы находитесь перед внушительным прибором, электрошокером. Главное в нем — это ряд переключателей от 15 вольт до 450, и ряд объяснительных надписей. От легкого удара до среднего удара. Сильный удар. Очень сильный удар. Интенсивный удар. Очень интенсивный удар. И, наконец, 3Х. Опасно мощный удар. Вопрос в том, как далеко вы зайдете в использование электрошокера, прежде чем повернетесь к экспериментатору и откажетесь продолжать? Неправильно. Сейчас вы получите удар в 105 вольт. Тяжелая голова. Как долго можно продолжать? Сколько потребуется? Что вы имеете в виду, сколько потребуется? Пока закончим тест. Милграмм понимал, что подчинение необходимо для существования общества. Но он сосредоточился на темной стороне подчинения. Неправильно. 150 вольт. Грустное лицо. Хватит, выпустите меня. Я говорил вам, что у меня проблемы с сердцем. Он меня беспокоит сейчас. Необходимо продолжать. Как я уже сказал, учитель, вы должны продолжать. Я не буду. Этот человек легко приходит к решению не подчиняться. Но другие испытуемые реагировали по-другому на авторитеты следователя. 65 вольт. Время. Когда люди доходили до максимального удара, они этого не делали слепо, как садисты. Они останавливались и продолжали, останавливались и продолжали. Я не могу выдержать эту боль, выпустите меня. Он не может выдержать. Я не собираюсь убивать этого человека. Согласно Милберму, одно из условий для продолжения это отказ от ответственности за последствия и передача ее командующему. Кто будет отвечать, если что-нибудь случится с этим джентльменом? Я ответственен за все происходящее здесь. Продолжайте, пожалуйста. Хорошо. Следующий. Медленно. Он не держал их на прицеле. Просто создавал авторитетное впечатление. Примерно 60-65% людей доходили до максимальной величины. 450 вольт. Все? Продолжайте использовать последний переключатель 450 за каждый неправильный ответ. Продолжайте, пожалуйста. Я не получаю ответов. Его здоровье ничего не значит? Даже если ученику не нравится, мы должны... Он может быть мертв там. Несмотря на то, что эксперимент Милгрэма происходил 40 лет назад, его находки в области подчинения действуют и в наше время. Вот. То есть мы посмотрели картинку. Если бы я объяснила, было бы не так. Так впечатляюсь. Теперь я вам покажу свои картинки снова. Мои картинки. Эксперимент Милгрэм как раз затеял этот эксперимент, чтобы посмотреть, насколько человек способен подчиняться мнению авторитета, если даже если это не мнение авторитета, а приказом авторитетных людей, даже если этот авторитет приказывает буквально убить других. Несмотря на то, что в эксперименте были актеры, которые сидели за стеной и только делали вид, что их бьют током, что испытуемый бьет их током за ошибки, они сами... Они не знали, что это неправда. Они действительно полагали, что они бьют этих испытуемых током и эти актеры, они играли, изображали звуки как будто бы им больно и потом на самые высокие отметки они замолкали. И, соответственно, у него получилось, что 80... То есть 65% людей готовы убить, дойти до убийства другого человека, если это предполагает подчинение авторитету, которому мы доверяем. Целью Милгрэма было посмотреть, насколько... Сколько таких Эйхманов, насколько люди могут, доверяясь всем по авторитету, уничтожать других. Его надежда была в том, что что-то не так с немцами, что это специфика немецких... Что это специфика немцев подчиняться, и он надеялся на то, что американцы, как более свободолюбивые люди, у них дадут меньше показателей подчинения. результат будет лучше, то есть что их мышление более самостоятельно. Оказалось, что это очень унифицированная достаточно вещь среди... Не зависит от страны, к сожалению. Там немного есть корреляции между женщинами и мужчинами, где у женщин с этим лучше. С отказом от убийства и причинения вреда другому, даже если этого требует авторитет. Но, в принципе, во всех странах, где реплицировался этот эксперимент, где он повторялся, результат был примерно одинаковым. И его запретили, но вот, по-моему, последний был то ли в 14-м, то ли в 17-м году в Польше. И по прошествии такого времени, и зная о том, что мы так делаем, люди все равно дают такой же результат. То есть мы, к сожалению, не меняемся. И Милгрэм писал о том, что, анализируя этот эксперимент, писал о том, что люди подчиняются авторитету, и что концепция Ааронт, известно, о банальности зла, она ближе к истине, чем мы могли бы это представить себе. И обычный человек, любой человек, он способен на то, на что был способен Айхман. Просто при таком стечении обстоятельств, что тот авторитет, которому он будет доверять, прикажет ему это сделать. Может, просто окажется злом. Инстанция зла в такой ситуации, что, возможно, если мы не оказываемся инстанцией зла, нам просто повезло, а не потому, что мы такие замечательные. Вот. Но Стэнли Милгрэм, он еще... То есть сами эти эксперименты, они как будто бы обвиняют способность человека подчиняться и не думать. они еще размышляют о человеке, как о том, кто подчиняется, как о необходимости, существующем в определенной иерархии. И вот кажется, что если с пафосом они представлены таким, что если избавиться от этого, подчинение освободиться. И у Аррент это еще просвеживает как-то воспевание самостоятельного мышления. предполагается, что мы избавляемся от авторитета, от вышестоящих инстанций своего мышления и думаем сами. У них еще есть пафос того, что человек должен освободиться и перестать быть потенциальным фашизмом. Причем у Аррента же... Она тоже... Какой инстанции она рассматривает Эйхмана? Она рассматривает Эйхмана как инстанция, которая ищет, что с ним не так, предполагая, что с ней все так. То есть по факту с ней действительно все так, несмотря на то, что после публикации банальности зла книга в Израиле была запрещена и ее не совсем, мягко говоря, любили в Израиле. Но, тем не менее, здесь она, ну, как бы ставя себя в эту инстанцию, что с ней все хорошо, с Эйхманом все плохо, все-таки в какой-то степени его декуманизируют. И, в принципе, эти эксперименты, они тоже немного с таким пафосом, что те испытуемые, они плохие. А вот те, кто экспериментатор, он благодеятель, который направляет, может направить человечество к какому-то правильному варианту мышления или действий. Вот. И причем здесь этот эксперимент изначально провели в Ельском университете. И здесь авторитетом уже, что страшновато, была не власть, не государственная власть, которая призывает уничтожать других людей, а наука. То есть то, к чему мы даже сейчас доверяем. Люди делали это ради науки, ради вкладов в науки и ради Ельского университета. То есть здесь инстанции, и здесь и раньше был нацизм и Гитлер. То здесь то, что до сих пор над нами имеет власть, это наука, которой мы доверяем и которой, ну, как бы и не можем это у меня зависло. Оказалось, что что-то направлено на исследование их способности подчиняться авторитету и причинять зло другому. Их спросили, довольны ли они, как они, что они думают, как они анализируют свое участие в эксперименте. И большинство из них, только, по-моему, один процент был, как-то очень сожалел о том, что они участвовали в этом эксперименте, что они узнали о себе такое, что они могут это сделать. Вот. Но большинство все-таки себя оправдывали так же, как Эйхман. они говорили, что они рады были уничтожить людей, они были рады поучаствовать в этом, в каком-то эксперименте, в чем-то, что что приносит обществу. И они были рады тому, что они оказались социально полезны со своим этим уничтожением другого. И в другой книге 2014 года Хаслам тоже попытался проанализировать немного с другой точки зрения этот эксперимент. И проанализировал как раз вот эти отзывы участников. Он пришел к выводу, что это, возможно, нужно рассматривать не во фреймворке подчинения, авторитету, как, потому что от этого есть, здесь еще есть надежда, что мы избавимся от этого, от нашего свойства подчиняться, начнем мыслить самостоятельно и все наладится. Вот Хаслам предлагает другую, более адекватную, я думаю, перспективу тому, что они все ассоциировали и оправдывали себя тем, что они участвовали в благом деле. То есть они помогали науке, они участвовали в чем-то, что социально полезно. Да, поэтому они не жалели о произошедшем. Точно так же, как не жалел, не жалели нацисты. И он утверждал, что Хаслам говорит, что вот эта идентификация, то, что здесь работает, это идентификация с благим, благородным делом, которое побудило участников доказать свою готовность нанести беспомощному незнакомцу то, что они считали смертельным шоком. То есть убить ради чего-то важного. И в принципе люди, когда они, чтобы оправдать себя во всех своих поступках, они просто часто оправдывают себя еще большим добром. И на какое-то масштабное зло они способны только, если они оправдывают себя каким-то еще большим моральным поступком, которые этого просто стоят. вот и ухаслама получается, что это не так подчинение авторитету, как просто актуализация способности человека доверять другому и актуализация способности человека сотрудничать, кооперировать с другим. И вот это было не так бездумное подчинение человека другому, как открытость, доверие, без которого никуда. Как мы можем общаться, если мы не доверяем друг другу? Как мы можем кооперироваться, если мы не доверяем друг другу и готовность кооперации то есть готовность доверие и готовность то на чем держится любое человеческое общество и без которого пропадет вот она оказывается с такими жуткими последствиями которые мы ассоциируем с фашизмом например и жутким злом уничтожения другого который при определенной конфигурации оборачиваются этой своей темной стороной и никак ее окончательно оттуда убрать к сожалению не представляется возможности определить когда нам стоит доверять наук или например в ситуации пандемии до какой инстанции следует доверять и мы например можем жертвовать для пожилых людей ради того чтобы спасти то есть все равно в определенный момент какая-то дифференциация происходит которая может быть потом оценена как как жуткое зло и мы никогда не знаем да как что окажется какое наше решение какой наши где наша готовность кооперации которая нужна для построения общества где она окажется злом и какой авторитет если у нас есть авторитет окажется и это речь гиммлера очень интересная относительно кооперации того что фашизм изнутри воспринимался и оправдывался как любовь как вот это про социальность из которой мы не можем существовать один из идеологов некоторые предполагают что он ну как-то сознательно манипулировал людьми в этих своих речах в своих текстах что это были сознательные приемы но вдруг это не были приемы вдруг действительно это верит вот эта часть его речи после обращенной к солдатам после операции уничтожения евреев он говорит что что он понимает что это тяжело что он понимает что им пришлось пережить и увидеть 100 трупов и там дальше было упоминание тысячи трупов но он оправдывает их тем что так нужно было сделать так нужно было сделать потому что сделать было правильно и конце то есть оправдывает это пользой для германии пользой для мира большим моральным добром ради которого важность которого настолько велика что нужно пойти на такой поступок то есть это не просто не опровергает убийство еврея важность и моральность в данном контексте страшно она его как раз подтверждает что это настолько важно необходимо сделать даже такой поступок ради такого поступка мы моральные люди должны на него пойти и что-то доказывает нашу моральность И в конце говорит, что они выполнили эту задачу в духе любви к нашему народу. Как раз говорит о любви в контексте как о фашизме. Вот, и это его речь перед людьми, которые мы считаем фашистами и злом, которых очень сложно, кроме как по форме, определить, действительно ли они зло. Вот, у меня все. Я действительно... Это очень пессимистические утверждения, и у меня нет никакого... Чем дальше я занимаюсь этой темой, тем меньше я вижу каких-то решений, как отличить что-то от фашизма, и как... Где гарантия, возможно ли гарантия, что нечто не фашизм. Если у вас есть идеи, то, пожалуйста, расскажите мне. Я хочу сказать в первую очередь огромное-огромное спасибо Жили за все эти озвученные аспекты и примеры, и ссылочки на конкретные исследования, эксперименты. Мне кажется, это чрезвычайно важно. Для меня, например, такие встречи, это из серии «Пришел узнать, о чем нужно еще узнать». Вот. И, например, уже в личных комментариях, в личных сообщениях мне писали люди, участники, участницы о том, что... Они писали благодарность за лекцию и отмечали, что давно столько открытий на одной лекции у меня не было. И благодарили отдельно за понятный язык, за то, что то, что рассказывается, что оно воспринимается, оно как-то понимается. Вот. И уже были, приходили вопросы в личных сообщениях, которые просили озвучить. Наверное, они будут идти по порядку того, о чем рассказывалось. И самый первый вопрос был про момент, когда говорилось про самоорганизацию, да, про солидарность и все эти вот эти вещи, да. Вопрос звучит следующим образом. Жили, как можно объяснить процессы самоорганизации, которые происходят в нашем обществе? Это любовь или все-таки солидарность? Наверное, здесь имелось в виду общество белорусское, которое сейчас происходит. И тут, конечно, я не знаю, насколько Жили погружена в наши, в реалии, да. Но вот, наверное, в принципе, да, про то, когда идет реакция со стороны общества, да, населения на массовое насилие со стороны государства. Вот такая самоорганизация дезентрализованная. Это любовь или все-таки солидарность? Есть ли различия? Что составляющее чего? Любовь и солидарность — это термины, которые описывают одно и то же реалии. Есть просто проблема в том, какой выбрать. Я бы выбрала, меня не Грейхард убедили, я бы выбрала любовь. И я пытаюсь работать с этим термином. Но более общепринятый все-таки солидарность. Солидарность. И здесь не так важно, я все-таки отвечу на этот вопрос. Не напрямую любовь это или солидарность, а о том, что происходит. Мне действительно кажется, что то, что сейчас в Беларуси происходит, — это воплощение этой трансформации социальной. То есть это революционное движение, это сотрудничество, достаточно горизонтальное сотрудничество, которое удивительно. И в принципе, по Негре и Харту — это как раз тот процесс, который нужен. Кооперация, причем кооперация без насилия, то есть правильная. Но как раз проблема в такой правильной кооперации, что она в этом мире еще неэффективна. То есть, возможно, малоэффективна. Намного эффективнее, чем что-то с насилием, да, чем в смысле, когда защита происходит с применением насилия, а не с попыткой убедить, вызывать к чему-то человеческому. К сожалению, как раз в идеале, мне кажется, что в будущем это должно быть возможно. Иначе, ну как, надежда совсем получается, что нет. То есть, это удивительный феномен в плане того, что хотя бы какая-то эффективность есть, как, по крайней мере, эффективность взаимодействия людей. Другое дело, что взаимодействие, другая сторона настолько кооперирована, что и оправдывает свое применение насилия, соответственно, подчинение авторитету, и мы не знаем, чем. Вот, но чтобы не превратиться все-таки в нее, нужно как-то выстоять. Непонятно как, это, наверное, жуткий совет. Но, тем не менее, не применять этого ответа на насилие было бы хорошо, если бы это было возможно. Вот, и непонятно, насколько это возможно. И непонятно, насколько это опасный совет. Да. Но философы защищены тем, что от них не требуется совет, они просто все усложняют. Спасибо, спасибо. Я хочу напомнить про возможность задавать вопросы. Какие еще были вопросы? Там еще есть парочка вещей, и от меня в том числе. Я хочу напомнить про возможность, а, писать вопросы, задавать их текстовым вариантом, если нет возможности озвучить, или вы, я не знаю, стесняетесь, всякое бывает, да, пожалуйста, пишите их текстом в чате, мы будем их озвучивать. И второе, если кто-то хотели бы озвучить голосом свое вопрос, просто, пожалуйста, поднимайте руку, да, как-то обозначайтесь, и будем предоставлять возможности пространства. Была просьба сбросить ссылочку на ролик про правила дорожного движения, я это так назову, который озвучивался. Милый эксперимент. Да, 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 если есть возможность, то сбросите, пожалуйста. Угу. Ага, это мне пришло в личку, да. Если можно, это... Отлично. Вот ссылочка, которую попросили. У меня сейчас будет такой вопрос, пока другие еще не прилетели. Правильно ли я понимаю, что ситуация, когда наблюдается неудержимое стремление к установлению нормальности, правильности, подчинению окружающего мира определенному порядку, какому-то правильному, да, красивому, принятому, и при этом оправдывается или даже прославляется насилие как инструмент, вот такую ситуацию, в общем, можно скорее идентифицировать как что-то фашизоидное, да, и она требует реакции, обеспокоенности, какого-то внимания. В том числе, если это с моей стороны происходит, да, внутренне. Если кто-то вокруг, рядом со мной это делают. Странный вопрос. Да, проблема в том, что любая организация, она это воплощает. Социальная организация, она, в принципе, предполагает нормы, предполагает какой-то прототип, что мы воплощаем. Очень сложно отделить, где плохое, которое фашизоидное, где хорошее с хорошими нормами, с гуманными нормами. Это очень сложно отличить практически. Наверное, невозможные, в принципе, надежды, которые сохраняются, что это можно сделать, хотя бы гарантируют, не обездвиживают нас, мы хотя бы что-то делаем. На самом деле, если мы посмотрим на революции, что обидно, но они не противоположны тому, с чем они борются. И это страшно обидно, потому что еще, чтобы бороться с противником, как с Эйхманом боролись, его нужно убить. То есть, чтобы победить фашизм, нужно превратиться в фашиста. Или, как мы видели, что изобличить нечто в фашизме предполагает дегуманизировать эту инстанцию фашистскую и, то есть, тоже превратиться в эту инстанцию. Вот что страшно. То есть, есть, конечно, желание найти эти точные параметры, где начинается фашизм, но их нет. И единственное, наверное, что здесь возможно, это аккуратность и чувство опасности, что оно всегда, всегда, всегда рядом, но при этом проблема в том, что оно как раз обездвиживает. Да, если мы сейчас начнем задумываться во время революции, когда нужно действовать, иначе ничего не изменится, и старый порядок останется, если ему ничего не противодействует, не противопоставлено. Но при этом задумываться о том, рефиксировать, правильно ли мы поступаем фашистами или нет, зная, что фашизм можно обнаружить во всем, если приложить достаточное количество размышлений к этому, оно обездвижит. И, соответственно, останется старый порядок вот в этом проблеме. Поэтому не всегда нужно слушать философу, чтобы... И не всегда понятно, какой уровень активности, какой уровень воплощения этих даже хороших идеалов, какой уровень их защиты, то есть на какие жертвы ради них нужно идти, какие жертвы будут стоить того, какие не будут того стоить. И это фортуна. И это еще какой-то трагизм в этом есть, что ничего в конечном счете не стоит того, чтобы, например, лишить другого человека жизни. Но иногда есть такая ситуация, когда для того, чтобы... Если этот человек угрожает насилием, чтобы это остановить и защитить другого, например, человека, его нужно как-то обезвредить. То есть просто как бы трагичность ситуации, философский взгляд, значит, что нет выхода и нет абсолютного добра и зла. Что все немного... Ну, не немного, а так хорошо, так сложнее и неоднозначнее. Вот. Ох, да. Максимум выход, который я могу предположить. Да, это действительно сложно, когда... Одна ситуация, когда есть потенциальное насилие или оно не в физическом проявлении, а другая ситуация, когда есть физическая ситуация насилия и вот это умение, навык отреагировать таким образом, чтобы завершить насилие, но не перейти черту, не стать ответным агрессором, а просто остановить насилие, чтобы действовать с целью миротворческой, да, так званной, чтобы успокоить эту всю ситуацию и не раскручивать ее. Это очень-очень-очень сложно. И даже если годами этому учиться, то когда критическая ситуация происходит, это действительно очень-очень сложно. Есть вопрос, еще парочка вещей. Кто-то получил ответ на свой вопрос. Благодарят. Вот, спасибо. Там про солидарность, про любовь были вопросы. Есть вопрос такой. Интересно, отличаются ли чем-нибудь те люди, которые отказывались применять ток у Милгрэма, да, в его эксперименте, у Стэнли, может ли какие-то у них были общие характеристики из тех, кто отказывались применять насилие и подчиняться авторитету? Если вдруг ты знакома с этими подробностями. Да, он как раз сосредоточился. Интересный вопрос. Я как раз знакома с тем, что это недостаточно, я думаю, изучили, потому что сосредоточились как раз на этих людях, на факте того, что их много, которые подчинялись, то есть пытались обнаружить Эйхмана. Но с другой стороны, как бы надежды в том, что можно определить, как поступают те люди, которые не уничтожают других, там тоже ее мало, потому что раз мы рассматриваем, как у Хаслама, с перспективы того, что это просто оборотная сторона сотрудничества, кооперации и нашей готовности идти на кооперацию, то получается, что такие люди просто могут быть и, ну, как-то злом в другой стороне. То есть они не идут на кооперацию, с ними сложно сотрудничать. Вот, так что с этой стороны, к сожалению, гарантии, как и с той, другой тоже нет. Это как с окситоцином. Я вам не рассказала про окситоцин, который хороший пример, чтобы объяснить Жижико, почему любовь – это зло. Потому что окситоцин, как часто его считают, гормоном любви. И мы знаем, что введение окситоцина стимулирует более лучшее обращение людей, более теплое общение людей, между собой доверие. Вот, но и ассоциируется с материнской любовью, с заботой и материнской нежностью, опекой над ребенком. Но, тем не менее, оказалось, что проблема того, что люди как-то относятся друг к другу агрессивно, могла бы решиться тем, что мы просто все добавим в себе окситоцина, но, кажется, оборотной стороной окситоциновой любви является, то есть вот этой заботой, как мы ее чувствуем, привязанности к кому-то, является разделение на своих и чужих. То есть мать к своему ребенку относится хорошо и тепло, но стоит только другому человеку как-то причинить ребенку вред или даже другому ребенку вред, это может, то есть у матери за счет окситоцина может быть повышенная реакция защиты своего ребенка. И это также окситоцин, это тоже делениация на своих и чужих. Например, это повышение, с одной стороны, любви и заботы о своей группе, а тот, кто ассоциируется со своими. И, соответственно, повышение агрессии к тем, кто представляется как угрожающий им. И мы знаем, что в разных странах при наступлении используют, при каких-то вооруженных действиях против другой страны, могут использовать эту логику, что просто эта страна нам угрожала, мы должны были это сделать, так было морально, мы должны были пойти на этот шаг. Эту логику, она, к сожалению, нельзя просто взять и повысить любовь, или взять и повысить что-то, что гарантировало бы нам неподчинение авторитету и отсутствие этой агрессивности и способности причинить вред другому. Потому что способность причинить вред другому может быть другой стороной любви к нему. То есть это может быть комплекс, с которого нельзя взять и убрать одну часть хорошую, плохую, то есть наоборот, плохую убрать мы хотим, а хорошую оставить, а, к сожалению, не работает. Но тем не менее насилие в мире становится меньше, что, конечно, не помогает идея о том, когда оно конкретно проявляется каждый день, массовое насилие, что еще обиднее насилие, меньше работа оно каждый день. Но тем не менее, возможно, в будущем. И еще это не утешает уменьшение какой-то массового насилия его количества в мире, потому что люди становятся более чувствительными к насилию. То есть если мы, у нас не было опыта войны, у нас, соответственно, на какие-то менее массовые убийства, мы просто на них, это тоже для нас что-то жуткое, и какая разница, один человек убит, да, или, ну, цифра не играет, в принципе, значения. То есть с понижением насилия повышается наша чувствительность и наша способность ужасаться. Это непонятно, хорошо или плохо, потому что, ну, как ужасались, как это существовало, даже если его меньше, так оно и существует. Вот. Спасибо, спасибо. Про окситоцин и все эти штуки мне очень-очень нравится работа Робета Сапольски, да, про биология добра и зла в русскоязычном переводе она существует. И там, да, есть отдельные части, которые как раз-таки про окситоцин рассказывают, как это работает и как это, вроде бы как, то, что мы представляем, что связано с чем-то хорошим, но, да, есть риск, что, да, мы определяем свою группу, есть другие, которые несут опасности, и мы направляем свою агрессию, чтобы защитить своих. Да, и, например, у нас был, мы проводили вместе с нашими волонтерами-волонтерками мастер-класс по арт-выражениям, и, например, я как раз был на волне этой части, этой главы, и у меня родилось такое выражение, как рефлексируй свой окситоцин, да, то есть пытаться понимать, на кого он направляется, кого мы распознаем как свои, и кто достойны уважения, любви и поддержки, да, и кого и почему мы когда-то решаем, что они относятся в другую корзину, да, в другую часть. Да, и про вот эти штуки, про то, что насилие объем, в принципе, снижается, вот в той же книге Сапольский в конце книги есть отдельная глава, которая, в которой он приводит прям даже цифры, да, о том, и примеры, как можно, если все-таки, книга тоже очень невеселая, потому что все сложно, все очень сложно, и зависит от множества факторов, да, вот, но в конце он все-таки приводит о том, что все-таки есть тенденция, да, к тому, что в силу разных культурных и других вещей нам удается совладать с нашей сложной природой, да, и направлять ее в русло такого достаточно безопасного, уважительного общества. Что ж, в комментариях я заметил еще какие-то небольшие и вопросы, но вроде бы как дискуссия развелась, и я даже не знаю, но вопрос, у нас время сейчас уже, наверное, один вопрос, который остался, я его последний зачитаю, если не против, Жили? Да, да. Вопрос такой, он очень интересный, как и все остальные вопросы. Может ли христианство стать лекарством и противодействием против такой идеологии? Сейчас некоторые социологи, философы говорят о создании новой религии по образцу новокоммунизма. Как вы относитесь к этой идее? Это вообще возможно? Я думаю, что нет. То есть христианство сыграло свою роль в плане того, что оно служило инстанцией воспитания своеобразной социальности. То есть церковь, я как атеист рассматриваю церковь как все-таки в каком-то аспекте очень полезный социальный институт, потому что изначально это была инстанция образования, даже если духовного, но все равно образование. Это инстанция диалога между людьми, сотрудничества между людьми. Даже если они сотрудничали, собирались по поводу Бога, все равно это форма сотрудничества, которая воспитана, определенный фреймворк этого сотрудничества, который делал его возможным и довольно безопасный, потому что предполагается, что есть некая инстанция свыше. В общем, это форма социальной любви, форма социальной солидарности, солидарности, но в христианстве много проблем, и как и во всем много проблем, как раз, как и любой опасность религиозного фундаментализма, разделение на своих и чужих. В принципе, это во всех формах существующих социальной любви и кооперации, но в той или иной мере. Но с христианством проблема еще в том, что современный человек, становится атеистов все больше и больше, потому что мы больше не способны доверять, например, мы больше не приемлем авторитеты, прописные истины, какие-то истины, которые нам навязываются христианством, и что делать, если мы еще можем подвергнуться стракизму, если мы больше не способны разделять эти идеи с другими людьми. То есть в плане идеи того, что любовь, Бог — это любовь, но любовь та, которая практикуется между людьми в плане воспитания, социальности, формы взаимного уважения, взаимной любви. Вот Бог как воплощенный в... не метафизическая категория, а воплощенный в этом общении между людьми и формой их соединения. Это хорошо, но вот как раз как идеология прежняя, оно в христианстве больше не работает. И как раз попытка негри и харта вернуть этот концепт любви, теоретизировать его как уже без Бога, как на уровне горизонтальной, исключительно людей, это и есть попытка возродить, но не христианство, но то, что было этим самым на практике важным в христианстве, но уже без потусторонней реальности и без неких авторитетов, которые могут заявлять, что является грешным, что не является грешным. Что, конечно, очень сложно, это намного сложнее конфигурация для ее воплощения, когда нет... когда есть постоянный диалог, никаких нет ответов, никаких гарантированных истин. Вот, но человечество современно ассоциирует прогресс с этим, поэтому оно со свободой, с эмонтипацией, поэтому нужно воплощать этот более сложный вариант. И непонятно, это христианство и его противоположность. То есть это одновременно и его противоположность, и его продукт. Ну вот такое христианство без христианства. Да, спасибо большое. Что ж, тогда я вижу, что вопросы вроде бы как больше не поступают, и я, наверное, хотел бы предложить, попросить сейчас перед завершением, Жили, может быть, если ты хочешь в формате, не знаю, там, двух минут попробовать сделать какое-то такое резюме того, о чем говорилось. Если хочешь, если нет, тогда я могу перейти. Вы мне задаете все вопросы, а я вам задала один вопрос, мне никто на него не ответил. Я всегда надеюсь... Пожалуйста, повтори вопрос. Я всегда надеюсь, что кто-то все-таки придет, ну, не мне задаст вопрос, а ответит на мои вопросы, потому что я чем больше этим занимаюсь, тем вопросом больше. Но кажется, что я... Спасибо, что я хотя бы не одна, которая не может ответить на эти вопросы. Они действительно сложны. И все время есть надежда, что есть вот ответ, да, как обезопасить себя, как найти и обнаружить фашизм, как... Что все будет хорошо. И я каждый раз, когда занимаешься мышлением, оказывается, что все... Гарантий меньше и меньше. Вот. Но хотя бы есть с кем этим поделиться. Спасибо. Да, еще раз тебе огромное спасибо. И действительно, мы тоже очень много лет уже думаем над этим явлением, да, и его реальными проявлениями, и что действительно можно делать, какие какие-нибудь нормы придумывать, или все что угодно, какие навыки развивать у людей, чтобы это как минимум уменьшать, да, как бы... И мы поняли, да, что действительно навряд ли существуют какие-то прививки культурные или какой-то опыт, да, который может пережить человек, который раз и навсегда может обезопасить от того, чтобы не проявлять вот эти вот околофашистские, да, действия и не попадаться в эту ловушку. Но каждый раз, когда идет... Мы начинаем копаться в этом всем, понимать, насколько сложна эта картина, насколько она многосоставная, как много есть вещей, как и внутренних, психологических, так и вот культурных, да, внешних факторов, которые влияют на каждого, каждую из нас в отдельной ситуации. И что... Ну, нет. А люди просят простых ответов, да, каких-то решений, и ты такой, типа... Ну... Нет. Так это, к сожалению, не работает. И вот, да, вот сам вот этот... Сам этот запрос на простые ответы, да, у человека, например, для меня тоже является звоночком, да, о том, что, как бы... Стоит об этом больше подумать, да, обратить на это внимание. Что ж, еще раз тогда большое спасибо за эту встречу, за этот разговор. Я надеюсь, что для участников, участниц это было интересно и полезно. Параллельно даже в чатике было множество ссылок и книг. Мы постараемся их собрать и выслать тем, кто регистрировались, те, кто оставили свои имейлы, через которые мы можем обратно с вами связаться. Вот. Фашизм — это так же сложно, как и любовь, наверное, если очень кратко резюмировать, и так популистски, да. Вот. Чрезмерно сложно. Вот. Я хочу напомнить, что это было мероприятие в рамках недели за равенство и инклюзию, которую мы пытаемся организовывать совместно со многими инициативами и организациями в Беларуси и не только. Я хочу еще раз поблагодарить Жюли за то, что она нашла время, возможность и желание с нами поделиться, обсудить все эти вопросы. Эта запись в ближайшее время, да, мы ее постараемся обработать и тоже ее, наверное, добавить те ссылки, которые будут в письме, пост письме участникам, участницам. Всем огромное спасибо. Хорошего вам вечера, безопасного. Огромное спасибо. Пока, спасибо. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok